Нью-Йорк Если после этой музыки свело олдскулы, то ставь лайк Привет, друзья, и вот на ПК наконец-то вышел долгожданный ремастер спайдермена Это здорово, правда здорово, ведь игра вышла на PS4 аж в 2018 году И наконец-то все геймеры, которые не могут себе позволить PS4 или PS5, смогут в эту игру поиграть Как бы многие из вас не говорили, что в эксклюзивовой соне нет ничего необычного, это не так Многие из этих игр реально качественные и хорошо проработанные, в которые стоит поиграть Так вот, как я уже сказал, игра вышла на PS4 аж в 2018 году И вот в 54 года она выходит на персональные компьютеры Я же прошел эту игру еще на выходе, когда она выходила на PS4 и был под большим впечатлением Ведь последняя моя игра про супергероев, это был Spider-Man Shattered Dimension Это было в 2009 году, если не ошибаюсь И потом что у нас выходило, The Amazing Spider-Man первая и вторая часть Ну, знаете, она была такая себе, для любителей, скажем так Хотя вот сам фильм мне, если честно, сильно понравился И вот, наконец-то, на E3 нам показывают новый эксклюзив Sony, Marvel's Spider-Man И как же она играется спустя столько времени на ПК На самом деле все так же классно, игра замечательная Я ее прошел буквально на одном дыхании, буквально за одну ночь Игру я проходил уже третий раз, и она меня нисколько не наскучила Боевка интересная, быстрая, динамичная Почти с каждым новым уровнем открываются новые способности, гаджеты, новые костюмы Все это комбинируется, и это просто гигантская песочница Полеты сделаны довольно-таки неплохо Да, вот именно что неплохо, они потрясающие Поскольку в старых играх там было немножко, скажем так, больше возможностей Можно было на столбах крутиться Можно было просто на паутине повисеть Да, вы можете себе представить Вы не можете просто взять и на паутине нормально повиснуть Вы зажимаете курок, и он просто раскачивается, а потом сам ее отпускает Но все равно это очень весело, быстро, опять же динамично Вот такая прям бумерская игра Но это очень классно и красиво выглядит История паучка, ну то есть сюжет, для меня лично был довольно-таки интересный Это необычная история, где нас кусают, мы становимся пауком Игра не по фильму снята, это собственный сюжет Где мы уже поживший паучок, нас все знают, мы всех знаем Но бывали моменты, которые меня очень сильно бесили И главный из них это вот интрига вокруг главного злодея Кто же это? Блин, ну там же так все очевидно Я не знаю, возможно они делали игру для детей, на их расчет Хотя вот в игре бывают такие фразочки, скажем так, не совсем детские Сам порт, как и все остальные эксклюзивы Sony, сделан хорошо То есть что God of War, что Horizon, что вот Spider-Man неплохо оптимизированы Я играл спокойно в 2К, на высоких, без RTX, спокойненько выдавал в 50 fps Кстати у меня видеокарта RTX 3060 Да и по отзывам игроков, у которых слабее видеокарта, к примеру там 1060 Игра тоже нормально в принципе идет, стабильненько Но это все эксклюзивы Sony портируются более-менее нормально И друзья, давайте немножко поясню Это не совсем полноценный обзор игры Все-таки игра и вышла очень давно На нее хватает обзоров на YouTube Это видео, это мое мнение по поводу выхода игры на ПК Да и про все эксклюзивы, которые Sony сливает на компьютеры Уже вышел God of War, Detroit, Death Stranding, Spider-Man вот вышел Last of Us на горизонте мелькает Зачем же Sony это все делает? Если вы думаете, что все не будет эксклюзивов То скорее всего, на мой взгляд, вы сильно ошибаетесь Sony это гигантская компания, которая естественно любит деньги И игры уже продались на PS4, на PS5 И вот есть рынок ПК игроков, которые могут из ее снова купить И плюс это хороший маркетинговый ход К примеру, смотрите, вот вы, допустим, там прошли God of War на ПК или Spider-Man И такие подумали, блин, классная игра Ну, допустим, вам она понравилась Sony анонсирует вторую часть God of War или Spider-Man И вы такие, блин, как же хочется в нее поиграть Но она только эксклюзив PS5 Вы все обдумав, решаете, что, блин, такая классная игра была Это вот продолжение Плюс там еще другие эксклюзивы будут Плюс, скорее всего, GTA 6, которая, блять, это будет бомба просто Скорее всего, выйдет только на консоли, как это обычно происходит И при первой возможности вы, скорее всего, опять же, купите себе PlayStation 5 И это очень хитрый и гениальный маркетинговый ход Но, как бы то ни было, я очень рад за вас, за себя Что мы можем поиграть в Человек-паука на ПК, наконец-то Что кто не играл, поиграет Ведь игры, ведь игры это классно, это удовольствие, это веселье Я не являюсь каким-то, я же вам понадобится PS5 или Xbox или ПК Все платформы хороши, каждый играет там, где ему удобно Конечно, было бы классно, если бы все игры выходили на всех платформах одновременно Но, друзья, мы живем не в том мире, у нас капитализм процветает Поэтому такого никогда, скорее всего, не будет От себя лично рекомендую вам поиграть в Человек-паука Это реально очень веселая, динамичная игра Такая душевная, знаете, ее играешь на расслабоне Особо не напрягаешься, в общем, классно На этом, пожалуй, все Что хотел сказать, я сказал Всем спасибо за внимание, всем пока